Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, как только у вас появляется проблема, вы начинаете доставлять себе удовольствие и в результате этого проблема отвлекается и она не расчитается. Ну, совершенно очевидно, что проблема представляет вам дискомфорт, проблема вызывает у вас стресс, напряжение, страх, вероятно, страх, что вы не сможете, что вы не справитесь, что у вас не получится решить эту проблему, страх, что вы ее не разрешите или что вы не достойны того, чтобы ее разрешить. Верно такое неудовольствие очень сильное и мощное. Вот. Соответственно, привычка в своем смысле, да? Привычка, она несет к себе идею о том, что вам не хватает удовольствия. То есть, получая, грубо говоря, наслаждение, вы, значит, компенсируете недостаток положительных, как я полагаю эмоций для себя. И здесь, на мой взгляд, ну, во-первых, требуется, в первую очередь, требуется отношение, выработать отношение к проблемам. То есть, как вы воспринимаете проблемы, что они для вас, эти проблемы, означают, значит, как вы их, ну, именно, воспринимаете, да? То есть, вот, как вы к ним относитесь, что они для вас, ну, что они, как, какими они видятся вам, вот, ваши проблемы. То есть, обычно, обычно в норме, в норме, да? Именно в норме. В норме проблему воспринимать можно и нужно исключительно, как, значит, возможность для реализации собственной, возможность для развития, возможность для достижения новых вершин, но вы проблем избегаете. И важно увидеть природу и характер стресса, который вы испытываете от проблем. – это проблема. Дальше. Значит, если вы боитесь – это одно, если вы считаете себя ненастойной – это другое, если вы испытываете сверх мотивацию, ну, сверх мотивацию решить проблему. Это третье, вот. И, соответственно, в каждом из этих случаев работа может вестись в нескольких направлениях, да? Работа может вестись в нескольких подходах, вот. Вполне может быть, но вам выгодно не решать проблему. Вам выгодно не решать проблему, чтобы потом себя винить в этом и, соответственно, в обвинении себя находить удовольствие, в люблетворении, в обвинении себя находить какое-то счастье, может быть, вот. И так далее. Вообще, у вас это ведь началось с какого-то момента. ну, то есть, это же было не всегда, вероятно. И, вероятно, у этого есть, опять же, свои, ну, обусловленные, да, причины. И также, вероятно, что вы можете позволить себе не делать, не решать какие-то проблемы. Ну, потому что, если вы не больны психически, то, скорее всего, вы это делаете в разумных пределах, что в глубине души вы, например, можете знать, что эту проблему решать, например, не нужно, или что ничего не будет страшного, если вы ее не решите. Ну, и так далее. То есть, есть довольно много разных аспектов отношения к проблемам. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это нужно обязательно, ну, подкорректировать вам. То есть, увидеть, что это значит для вас. То есть, а если вы можете наставлять себе удовольствие, а потом отдыхать, да, кстати, зачем отдыхать, ну, это, наверное, особенность вашего организма такая, да, вот. Значит, если вы можете позволить себе отдыхать, значит, проблемы, ну, очевидно, не такие важные, такие значимые, чтобы вы из-за них, ну, получили какой-то ощутимый для себя вред. То есть, это означает, что, вероятно, вы можете себя нагружать чересчур. Ну, то есть, требовать от себя много, чересчур много. Это может означать, что вы, ну, постоянно пытаетесь как-то действовать так, как правильно, а не так, как хочется. То есть, это может свидетельствовать о том, что вы себя там зажимаете, вы себя, ну, не позволяете себе получать наслаждение, удовольствие и так далее. То есть, вы отказываетесь от удовольствия и, ну, для работы, да, для решения проблем, для правильного поведения, как бы. И если вы это делаете, то нет ничего удивительного, что любая проблема, с которой вы сталкиваетесь, она используется вами именно для того, чтобы получить удовольствие. То есть, так вы себе запрещаете получать удовольствие, а так у вас вроде бы как разрешение есть. Ну, на мой взгляд, конечно, это стресс, но тут могут быть и такие моменты. Вот. Значит, ваша проблема не психическая. Ваша проблема, она психологическая и связана она с либо бегом от ответственности, ну, то есть, нежеланием брать ее на себя, ответственность вообще. Ведь не совсем понятно, о какой проблеме именно идет речь. То есть, что это за проблема. Именно. Ну, просто, что это за проблема, какая она, что из себя представляет эта проблема. Ну, то есть, чем проблемы, которые вами не решаются, отличаются от проблем, которые вами решаются? И можете, что вы на все проблемы реагируете именно так. Я полагаю, что это невозможно и по физиологическим причинам. Вот. То есть, здесь вот есть такое, ну, довольно тонкое, тонкое разграничение. И мне кажется, что именно с него, с этого разграничения и стоит начинать. Вот. Можно, конечно, вспомнить и прокрастинацию здесь как, ну, как элемент, как возможный симптом, да, проблематики. Вот. Ну, это уже при более детальном рассмотрении проблемы. Вот. А также непонятно, чего хотите вы. То есть, ну, может быть, проблема в том, что вам нужно разнообразить свою интимную жизнь. То есть, вам не хватает именно удовольствия сексуального, допустим, либо тонкость какая-то другая. То есть, либо вы чересчур много на себя взваливаете проблем. То есть, вот тут, конечно, непонятно, вы-то вы-то сами чего хотите. То есть, да, проблема ясна, но чего вам хочется решать проблемы? Хорошо, может быть. Может быть, вам хочется решать проблемы. Но зачем? Зачем решать проблемы? Для чего вам их решать тогда? Да. То есть, если у вас цель, если у вас четкий мотив решения проблем, вы не согласны с тем, что вы своих проблем, вероятно, избегаете. Если вы избегаете своих проблем, значит, вы делаете это по какой-то причине. Либо эти проблемы не ваши, либо вы для них не предназначены, либо они для вас. Либо у вас занижена сама оценка, и вы считаете, что с ними не справитесь, с этими проблемами. Но, если чего, боитесь попытаться, боитесь попробовать, потому что, ну, это, ну, может быть, вскроет то, в чем вы боитесь, может быть, себе признаться, да, например. И тогда вопрос, он такого плана, да, вопрос тогда. Вопрос тогда такого плана, значит, чего вы боитесь, почему вы боитесь, каких мыслей о себе вы избегаете? И опять же, знаете, далеко не каждый человек справляется с проблемами так, как справляетесь все вы. То есть, я хочу сказать, что если вы делаете это именно так, то у вас есть ресурс для этого. А это, в свою очередь, доставляет подумать о том, насколько этот ресурс реализуется вами вообще. То есть, ну, делаете ли вы что-то для того, чтобы его реализовать, этот ресурс. Понимаете? То есть, смотрите, фактически, 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 каждая проблема – это напряжение. И у вас это напряжение проявляется в виде либидо. И возникает вопрос либо сублимации, либо удовлетворение этой потребности. что, на мой взгляд, в принципе, является и тем, и тот, и другой вариант является вполне себе хорошим, как бы, на мой взгляд. Вот и все. Вот и все. То есть, я думаю, что так можно ответить вам на вопрос. Сейчас я посмотрю, значит, ничего ли я не забыл. Так, как только появляются проблемы, которые нужно решать, я начинаю получать удовольствие, от этого отвлекаясь от проблемы, она не решается. Это происходит постоянно. Первая и единственная реакция на любую проблему переносло в привычку. Каждый день. Первая и единственная реакция на проблему. Ну, то есть, здесь вот у вас, скорее всего, есть потребность в расслаблении, возможно. То есть, вы пребываете в чрезмерном напряжении, как это видится мне. Чем это связано? Сказать, конечно, можно будет только после более детального анализа, чем связано. Но, скорее всего, это повышенное напряжение. То есть, напряжение явно больше, чем то, что вы можете как-то адекватно, удобно для себя определить. На мой взгляд. То есть, проблематика такая у вас, что напряжение, если вы чувствуете напряжение, и оно вам, оно вас явно очень-очень-очень сильно тяготит. Вот. Прямо очень тяготит у вас напряжение. Ну вот, на мой взгляд. Как это, опять же, видится мне. Вот. И момент здесь, он такой, да? Момент здесь, он именно такой, что, вероятнее всего, ваше напряжение, напряжение, оно чрезмерное, и вы преследуете цель расслабиться. А почему напряжение чрезмерное зависит от вашего образа жизни, от отношения к проблеме и от вашего восприятия себя? То есть, вы понимаете, да? Вы даже вопроса никакого не задаёте, да? То есть, помогите с моей психической проблемой, но с вашей проблемой, точнее, нужно не справляться, а её нужно разбирать. То есть, грубо говоря, вы, у вас есть, с одной стороны, потребность получать удовольствие, это с одной стороны. И она, эта потребность, она реальна. То есть, если вы можете получать удовольствие, ну, наверное, вы и хотите его получать. И, скорее всего, вы себя за это вините. И с другой стороны, есть проблемы, решения которых под сомнением. Потому что, ну, вы же их не решаете. И если это происходит каждый день, значит, вам это не вредит. То есть, никакому, знаете, трагическому концу это не приводит. К трагическому разрешению это не приводит. И вот здесь возникает вопрос, как это всё у вас связывается в единую картину. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что мало, понимаю, что недостаточно, но вы, пожалуйста, постарайтесь понять, что здесь без детального анализа и без разбора, без чёткой картины вас, без психологической картины вашей, без психологического портрета вашего. Без анализа ситуации, возможно, семейных отношений с вашими родителями. Я боюсь, что реально помочь вам невозможно. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.